В Государственной Думе пересмотрят законодательство о защите животных. Такое решение приняли после того, как городской суд Петербурга удовлетворил иск с требованием запретить выпускать бездомных, стерилизованных и чипированных собак обратно на волю. По мнению депутатов, наш город один из немногих, где гуманно регулировали численность бродячих псов, но в итоге суд признал это фактически незаконным. Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что такие пробелы в законодательстве необходимо ликвидировать, иначе по всей России начнется массовое убийство бездомных животных. При Юже он уже не резиновый, там всех туда не поместишь, значит начнут заключать контракты уже на усыпление этих животных. И, к сожалению, это мало того, что это просто варварство и абсолютно негуманная мера, это, к сожалению, очень коррупционно емкий процесс, потому что на убийстве животных, к сожалению, зарабатываются сейчас десятки миллионов рублей. Вот эти вот муниципальные контракты, которые заключаются на отлов и последующие умерщвления животных, там же непонятно, у скольких они реально убили. Они там по 10 раз отчитываются трупами этих несчастных собак, просто рассовывают эти деньги по карманам. Совершенно, на мой взгляд, не та задача, которая должна быть выполнена. Поправки в закон о защите животных внесут на рассмотрение в ноябре этого года. Сейчас документ обсуждается с правительством, Министерством сельского хозяйства и другими ведомствами. Продолжение этой темы смотрите сегодня в программе «Вечер трудного дня». Вернуть или оставить обсудим с Ильей Стоговым сегодня в 21.10. Ну а пока продолжаем выпуск. Вот честно скажу, к животным я как-то не очень. Не в смысле, что я не люблю животных совсем. Просто как-то людей я люблю больше. Если уж о ком и заботиться, то предпочитаю двуногих собратьев. Но, но сегодня есть повод расширить поле обсуждения. Вот вы спросите меня, а что это за повод такой? А я отвечу, сейчас представлю гостей, сами все поймете. Пока гостя. Рад приветствовать у нас в студию Светлану Юрьевну Миролюбову. За защитницу, кандидата юридических наук и, между прочим, разработчика закона о безнадзорных животных Санкт-Петербурга. Добрый вечер, Светлана Юрьевна. Добрый вечер. А еще у нас есть второй гость, но поскольку в городе пробки задерживается. Пока, пока едет, пока летит к нам второй гость. Предлагаю, давай, дорогой телезритель, вместе, не торопясь, посмотрим небольшой сюжет, подготовленный нашими корреспондентами. В Петербурге случилось странное. Группа активист неожиданно выиграла суд у городского правительства. Зоозащитники, ну, которых некоторые их сердовольные коллеги уже записали в докхантеры, возмутились действующей в нашем городе смольнинской концепцией гуманного отношения к безнадзорным животным. Последние 13 лет гуманизм выражался в том, что ветеринарные службы ловили бродячих собак, стерилизовали их, делали им прививки и отпускали псин обратно бомжевать на улице Петербурга. Сколько бюджетных денег было потрачено за эти годы на данную программу, история умалчивает. Зато не секрет, что поголовье уличных четвероногих практически не сократилось. Собачки по-прежнему самостоятельно добывают свою косточку, как могут, порой покусывают мирных граждан, включая детей. И вот суд счел, что подобному гуманизму не место в культурной столице. И что правильнее не отпускать кастрированных бродяг болтаться по мегаполису, а искать им новых хозяев. Но почему-то на подобное решение многие борцы за права животных оскалились и уже готовы чуть ли не покусать судью. В чем же проблема? Может быть и правда собакам лучше жить на свободе, чем в тесных квартирах? Или причина недовольства упирается, как всегда, в деньги? Чертову дюжину лет бюджет кормил Шариковых, с которых, судя по результатам их деятельности, не было никакого спроса. Вот так вот жестко, я бы не сказал, что политкорректно встает вопрос нашей корреспонденты. А как ты смотришь на эту проблему, дорогой телезритель, в социальной сети ВКонтакте, в группе 78 телеканал, мы спросили тебя. Как избавить город от бродячей собак? Предложили четыре варианта ответа. Смотри, как. Первый вариант. Искать животным хозяев. Второй вариант. Отлавливать и усыплять. Третий вариант. Стерилизовать, чтобы не размножались. И четвертый вариант. Ввести строгую ответственность для хозяев. Давайте посмотрим на результаты голосования в самом конце. Пока же не могу не спросить у наших гостей. Светлана Юрьевна, напомню, Миролюбова, кандидата юридических наук за защитника. Введите нас в курс дела. Че? Какая-то судна, не судна, драка какая-то. Что там произошло? Я, к счастью, не присутствовала на этом мероприятии. Поэтому не могу сказать, какая там была драка. Наверное, адвокат лучше расскажет. Давайте спросим на адвоката. Рад представить адвокат Андрей Пыжиков. Здравствуйте. Здравствуйте. Как пропит? Пробки очень серьезные. Вижу, да. Опоздали, опоздали. Но, тем не менее, вот видели мы, накал страстей вызвал закон, который вы адвокатировали. Это же ваша подопечная подала этот иск. Это моя доверительница. Доверительница. Подала этот иск, изготовила группа юристов. Ну, я, в общем-то, представляю здесь группу людей. Мы в данной ситуации ожидали реакцию такую, безусловно, от группы некоторых людей, которые считают себя зоозащитниками. Мы выступаем из-за тех, из-за других. Мы и людей защищаем, и животных. Хорошо. Вот введите меня в курсе дела. То есть, на моей памяти, такого, чтобы взял и какой-то гражданин нашего города выиграл иск прямо у целого Смольного, я вот не помню, да? То есть, наверное, повод был какой-то серьезный. В чем там суть этого иска, который ваша... Дело в том, что собрались группа людей, которые пострадали от... От укусов собак. От бездомных животных, да, от укусов бездомных животных. Решили, так сказать, найти юридическую составляющую этого вопроса, правовую основу. И выяснили, что у нас, собственно, вот по концепции, которую мы оспорили, мы не всю ее оспорили, безусловно, один пункт только, который позволяет властям выпускать бездомных животных обратно на улицу. Собственно, и проверив, так сказать, соответствие этого закона Федеральному законодательству, Гражданскому кодексу Конституции, мы поняли, что здесь есть юридические противоречия, которые, в общем-то, мы и в суде показали, суд, нашу позицию. То есть вы стояли за то, чтобы бездомные собаки не кусали живых людей? Совершенно верно. Тут налицо, как минимум, рациональное зерно. Я тоже не хочу, чтобы меня кто-нибудь кусал. Неважно, собака, там, человек, бегемот, вот не хочется мне. Вы против этого закона, правильно я понимаю? Какого? Не закона, а, как сказать, против этого судебного решения. Его можно обойти. Поэтому я, как бы, мне все равно. Так объясните, просто пока ваш визави отдышивается, преодолев все пробки. Объясните мне, вот вы разработчик закона, да, о бездомных животных. Там как-то вот моя безопасность в этом законе прописана? Ну, когда мы этот закон разрабатывали, то там было прописано все. Потому что начинал этот закон писать вот нынешний сейчас декан юрфака, я уже продолжала. Но, к сожалению, наша ветеринарная служба управления ветеринарией, как раз, которая разрабатывала эту концепцию, они испугались очень больших обязанностей, которые на них возлагал закон, а это именно регулирование численности животных, забота о животных. Именно вот был найден вот этот компромисс взаимоотношений людей и животных. И они приложили усилия, чтобы этот закон кастрировать. Из 15 страниц там осталось полторы. Слушайте, я, конечно, как и каждый нормальный гражданин социально ответственных, закона не читал никогда в жизни. Расскажите мне, что там в этом законе вообще есть? То есть закон, как там, о безнадзорных животных в Петербурге. Я могу сказать, что там очень интересное положение было внесено в поправки в 2015 году, как раз то, что отстаивал другая страна. Я сначала хочу, о чем там говорится в этом законе? Там говорится о том, что на город возлагаются полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных. То есть вы хотели, чтобы их ловили и сажали в клетки, чтобы они меня не кусали? Значит, содержание животных подразумевает не только содержание в клетках. Понимаете? То есть если подходить узко и при том ни на чем ни основы, у нас нет ни одного нормативного документа в стране, который бы регламентировал то, что животные должны содержаться в приюте. У нас слово «приют» вообще отсутствует на законодательном уровне. Поэтому то, что отстаивает другая страна, тоже странное. Потому что суд, когда говорит, что они должны изолироваться где-то, а где? Мы как будем аналог создавать? По аналогии дома детей, дома престарелых, зоопарка, вивария? Чего? Вот, отдышались, выслышали. Сторон, расскажите, вот город должен был что там? Ловить этих животных? Должен был ловить, чипировать, стерилизовать, лечить. Это прям вот все так должен? У нас не обо всех людях так заботятся. Если мы хотим заботиться о людях, мы должны заботиться и о той окружающей среде, которая вокруг этих людей. Потому что есть люди, которые пострадали, а есть, которые не пострадали. Для меня, например, среда – это и голуби, и вороны, и кошки, и собаки. Голуби редко кусаются так же больно, как собаки. И вы, значит, выступили против этого с чем? Чего хотите? Мы хотим, собственно говоря, мы добились этого в суде. Конечно, решение еще не вступило в законную силу, но, тем не менее, мы надеемся, все-таки оно достаточно скоро вступит, чтобы власти не выпускали этих животных обратно. А куда девали? Ловили, чипировали, лечили и помещали в спецприемник, возможно, это назвать. Или как-то приют, да, у нас, к сожалению, да и может быть не к сожалению, а просто нет такого термина. И спецприемник тоже нет. Может, не к сожалению, мне, вот, как бы я сразу ловил ту нотку, которая в обсуждении очень часто фигурит. Вас упрекает в том, что вы просто предлагаете убивать всех этих собак. Это, извините, тот, кто подобные заявления делает, это просто сетевой горлопан, который не читал даже, извините, нашу позицию. И мы не предлагаем убивать. Мы предлагаем, извините, один раз потратить энную сумму, не такую уж большую. Мы подсчитали, что на строительство не семизвездочного отеля для собак, а простого, извините, ну, можно условно сказать, сарай. Сарай, да. Просто теплый сарай для собак. Не надо им там ванны, воду, извините, джакузи строить, лифты и так далее. Потому что теплый сарай с участком на окраине города, не более 50 миллионов рублей обойдется строительство вместе с землей. 50 миллионов, это 5 четырехкомнатных квартир. Точно. А еще каждый год содержание 7 тысяч собак. Точно. А теперь вы подумайте, как Москва решила этот вопрос. Как? Вы не знаете, как Москва? А вы съездите, посмотрите в эти приюты, это концлагерь для слабонервных. А вы знаете, после чего стали приюты открываться и строиться? Когда, извините, известного ученого загрызли насмерть на утренней пробежке стая бездомных собак. Да нет, когда просто разделили, между кем будут пилиться деньги. Вот тогда и начали строить. Если дворник Ваня, дворник Ваня, в конце концов, госконтроль никто не отменял. Дворник Ваня бы пострадал, никто бы его сто лет не узнал. Знаете, мы здесь несколько тысяч лет живем на территории России. К сожалению, да, известный ученый пострадал до смерти. И покусывали собаки всегда, и не только от голубей, между прочим, туберкулез. Не-не, голуби это тема отдельной передачи. Так а правда, вот я не за то, чтобы убивать собак. И мне даже 50 миллионов рублей, городских денег жалко, хотя я понимаю, что мне они не достанутся. Но чтобы меня кусали, я еще меньше хочу. А есть какое-то решение, чтобы меня не кусали? Когда кусали, удивительный тоже иск. Если там группа пострадавших, на самом деле очень удобно взыскать денежные средства, включая моральный вред, как раз с администрации города за компенсацию за эти покусы. И тогда вот эти, вот если этих исков будет много, они будут удовлетворены, власть тогда очень быстро примет то или иное решение. Но давайте сначала с зоопарком разберемся. Это же концлагерь в центре города. Нет, зоопарк, голуби и что там еще, и вороны, это отдельная тема. Вы будете руководителем приюта, вы посадите их в клетку, представляете, вот она жила на улице в свободе, хоп, вы в клетке согласитесь, метра на метр жить 10 лет. Вопрос поставлен серьезно. В сарае теплом. Либо свободолюбивая душа собаки, которая, как собака Динго, хочет нестись, развиваясь ушами и языком по ветру, и не готова сидеть в клетке, либо покусанные ноги и загрызены на смертельчаной. Мне нужно подумать. А вот мы вернулись, друзья мои. Это программа «Вечер трудного дня». Меня зовут Илья Стоков. Сегодня мы обсуждаем, от какой такой собачьей жизни собака бывает кусачей. И как бы сделать так, чтобы она была, ну, хотя бы не настолько кусачей. Тут много, много есть вариантов разговора. Один из них нам в своем сюжете представили подготовившие его корреспонденты. Если горожан терроризируют вооруженные банды, это прежде всего говорит о плохой работе полиции. Если в мегаполисе на людей нападают стаи клыкастых бродящих собак, нетрудно предположить, что даром свой хлеб ест ветеринарный контроль. Людей, угрожающих обществу, обычно общество старается от себя изолировать. Собак, которым приходится добывать кость гоп-стопом, смольный выпускает на улицу и даже этим гордится. Вероятно, потому что принимающим такое решение чиновникам редко приходится бродить пешком в местах обитания одичавших животных. Также нечасто, похоже, наши славные управленцы изучают чужой и весьма успешный опыт по борьбе с бродячей фауной. А опыт этот говорит прямо как Козьма Прудков. Зри в корень. Мы в ответе за тех, кого приручили. То есть начинать борьбу с явлением нужно не с отлова бродяжек, а с тех, кто их довел до такой собачьей жизни. А для этого достаточно сделать всего несколько шагов. Во-первых, до того момента, пока всем бездомным псам не будут найдены дома, стоит запретить собакозаводчикам продавать новых милых щеночков. Во-вторых, для желающих обзавестись в городе зубастым питомцем, стоит ввести строжайшую ответственность за домашнюю животинку. Глядишь, и не потребуется 13 лет бюджетных вливаний на то, чтобы собака наконец стала другом человека. Но вряд ли наши власти, у которых всегда есть свой особый путь, на это смогут пойти. Что же теперь предпримет городское правительство, когда суд запретил выпускать бездомных псов на волю? Построит им новые вольеры, где они будут дожидаться новых хозяев? Устроит массовую эвтаназию? Или, пользуясь служебным положением, спустит собак на судью, которому придется пересмотреть решение и обратно разрешить собакам бомжевать? Друзья мои, много вопросов поставили наши корреспонденты. Ответов у меня мало, но я знаю, кого спросить. Давайте пригласим к нашему разговору по телефону руководителя управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрия Андреева. Добрый вечер, Юрий Александрович. Добрый вечер. Ну, я правильно понимаю, что бездомные собаки – это ваша сфера ответственности? Ну, не совсем. Дело в том, что это сфера общественности, как и власти, так и общества. А непосредственно отловом безнадзорных животных, безнадзорных собак – это компетенция Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. Мне хотелось бы понимать механизм. Вот Комитет почему по благоустройству? Он же занимается благоустройством. То есть он типа там какие-то парки разбивает, там следит, чтобы граффити не наносили. Вот поймает он этих собак. И чего он с ним будет делать? Комитет по благоустройству передает отловленных безнадзорных табак ветеринарным специалистам структуру, которая занимается их кастром. Нет, это частная структура, которая выиграла конкурс на освоение бюджетных средств, на кастрацию безнадзорных животных, их вакцинацию против бешенства и мечения. В дальнейшем специалисты структуры, которые занимаются отловом, выпускают безнадзорных табак в прежнее место обитания для того, чтобы занять эту ништу, которая в любом случае будет занята любыми, но уже не кастрированными и более опасные, чем вакцинированные собаки. На сегодняшний день такая данность. Слушайте, а мне одному кажется, что это прекрасный бизнес. То есть город перечисляет некой частной структуре деньги для того, чтобы она чипировала, кастрировала, много чего делала с собаками, потом выпускала их. А если эту частную структуру спросят, а где же государственные деньги? Они скажут, так разбежались, это же кастрированные собаки. Они, ух, как полетели, не догонишь. Да, так происходит. Илья, я прекрасно слышу ваш ироничный тон. На те вопросы, которые вы в таком тоне задаете, уже давным-давно даны ответы, и каждая копейка здесь просвечена обществом насквозь. И та работа, которая проводится в городе по отношению к безнадзорным животным, эта работа согласована с обществом в 2005 году и показала свою результативность. Я надеюсь, вы найдете свободное время более подробно осудить со мной эту тему. Я готов с вами побеседовать. Побеседовать со мной сейчас. Я не буду скрывать, я, в общем, поскольку проблем в городе много, не очень часто занимаюсь собаками. Но, и даже не буду спрашивать, с каким именно обществом это было обсуждено. Я просто к тому, что, ну, то, что собаки кусаются и нападают на людей, это, в общем, эмпирический факт. Вот, просто кастрировать ее, да, и чипировать, это решение проблемы? Ну, в отношении нападать на людей подавляющее большинство, я могу назвать цифру, но, поверьте, это подавляющее большинство нападений на людей, укусов, нанесенных животными. Это от животных, в том числе и от собак, имеющих владельцев. Это во-первых. Во-вторых, еще раз говорю, ну, во-первых, в Санкт-Петербурге более 250 тысяч собак, которые имеют владельцев, и ориентировочно, оценочно, это наверняка оценки приблизительные, потому что это наверняка меньше, 7 тысяч собак безнадзорных, подавляющее число из которых рождено от их безнадзорных родителей. Они выброшены, как многие считают, санкт-петербуржцами на улицах. Я уже готов расплакаться о судьбе этих животных, но я спросил не о животных, а о людях. Вот если бездомную собаку, родилась она, вот правда, тайна ее родословная, меня не очень интересует, вот где-то она родилась, и она кусает людей. Мы ее ловим, кастрируем и выпускаем. Это решает проблему? Она больше не кусается? Я просто, ну, я не иронизирую, я правда не знаю. Я с удовольствием вам отвечу на этот вопрос, потому что действительно у собаки остаются зубы, и она потенциально опасна. Но пока сегодня, а это большая работа, не лишен вопрос возможности полностью очистить город от безнадзорных животных, гораздо правильнее, профессионально и безопаснее для проживающих в Санкт-Петербурге людей, как бы странно с вашей точки зрения это не звучало, оставить кастрированных, вакцинированных, то есть безопасных с точки зрения переноса заболеваний животных, табак в Санкт-Петербурге, в небольшом количестве, тем самым создав прослойку от поступления извне опасных заболеваний, чем допустить в эту среду все равно животных, которые придут на место отловленных и невозвращенных назад собак. Это действительно так, это опыт не только наш, это опыт многих государств, это рекомендации несбонародного экономического как-то вот они меня совершенно не убеждают. У них там свое государство, а у меня свое. Более того, у меня даже ноги свои. То есть, подводя итог, государство платит некой частной структуре, чтобы она собак ловила, кастрировала, чипировала и выпускала обратно, где они будут продолжать меня кусать, и именно в этом состоит как бы суть работы вот этой вот выигравшей тендер частной структуры за государственные деньги. Я правильно понимаю? Вы говорите как дилетант, не вникая в детали. И вы имеете право говорить, Так я вам три раза задал вопрос, что делается для того, чтобы у нас горожане не страдали от стаи бездомных собак? Вы мне рассказали о чем угодно, кроме того, чтобы ответить на простой вопрос. Что город сделал для того, чтобы мои личные ноги не были изгрызены бездомными животными? Я ваш ответ понял так, что ничего. Правильно я понял? Нет, вы не правы. Город для этого сделал очень много. И вы это наблюдаете каждый день. В том числе наблюдают это и наши гости, которые удивляются, почему в Санкт-Петербурге мы не выйдем без обзорных собак, которых полно в центрах других уважаемых городов Российской Федерации. Город видит согласие власти и общество в этом вопросе. Вот я это общество. Я первый раз вообще слышу. Я кроме того, упреку в том, что я дилетант, с вами это обсуждалось? Вы общество. С вами обсуждалось? Ну, они урезали весь закон, а теперь он говорит, что с вами это обсуждалось? С вами обсуждалось? Нет. То есть какое-то общество, я боюсь, что это с ограниченной ответственностью. Спасибо огромное. Напомню, с нами любезно согласился поговорить Юрий Александрович Андреев, руководитель управления ветеринарии из Санкт-Петербурга. Человек, умеющий строить сложно сочинение на предложение любой длины, но не способный ответить даже на простой вопрос. То есть какие гости у нас, чему поражаются? Спасибо огромное, Юрий Александрович. Я имею возможность убедиться, что работа ведется. Не имею. Если бы имел, не звонил бы и не спрашивал. Возвращаемся к непосредственному поводу нам встретиться. Вот после того, как появилось это судебное решение, что теперь изменится? Ветеринарная служба совершенно очевидно ничего не собирается сделать для того, чтобы хоть как-то обеспечить безопасность горожан. Хотелось бы предположить, что новый руководитель нашего города, возможно, смотрит телеэфиры или ему пресс-служба доложит об этой ситуации. Человек энергичный, судя по первым дням руководства городом. Он занимался этим вопросом. Он вплотную занимался этим вопросом. Почему это такая проблема, что губернатор должен заниматься? Может быть, просто механизм нужно отработать и желать что-то делать? В нашем городе и в нашей стране пока руководитель высший не надает пинков низшим руководителям, все стоит. Нет, мне, конечно, хочется надеяться, что новый исполняющий обязанности губернатора посмотрел нашу программу и будущее Юрия Александровича как-то вот прояснилось в свете того, что он на протяжении восьми минут говорил, не смог ответить ни на один вопрос. Но что с механизмом? Как именно это должно быть решено? Во-первых, может быть, уже губернатор как раз посмотрит, что руководство управления ветеринарией у нас сидит еще со времен Яковлева. Уже поменялись все. Сейчас Юрий Александрович очень хорошо перевел на комитет. Темное будущее ветеринарной службы, пускай вот будет проблема их самих. А что с собаками? Как это решить? Видите, уже переложили ответственность на комитет по благоустройству, который отношения, собственно говоря, к этой концепции не имеет, потому что разрабатывала эту концепцию управления ветеринарией. И они должны были, собственно говоря, исходя из того, что говорил суд, учесть вообще-то, потому что гражданский кодекс принят в 94-м году. Все вот эти санпины были приняты еще до этой концепции. То есть они должны были, собственно говоря, при разработке это учесть. Значит, относительно этой фирмы. Удивительно мне, я думаю, что прокуратура... А это какая-то конкретная фирма, Она известна. А вы можете представить, одна фирма 13 лет выигрывает. Это очень странно. У нас сотни ветеринарных клиник, а выигрывает исключительно одна одна и та же фирма. Не может, ну, вы понимаете, что этого не может быть, потому что не может быть. И, конечно, это нужно... Может, она так прекрасно работает. Так нет, это же, собственно, то, что я вот три раз спросил Юрия Александровича. Это же, ну, знаете, вот я один раз разговаривал... С точки зрения бюджетных денег у нас есть целая ветеринарная служба. Если мы посмотрим каждую ветеринарную станцию и их отчеты, когда они рапортуют, как они открыли государственную ветеринарную клинику, у меня вопрос, почему мы еще дополнительно платим деньги некой частной структуре, которая все время, кстати, то закрывается, то открывается, меняя юридические лица, ну, видимо, уходит от налогов, когда у нас этими вещами может заниматься ветеринарная служба, которая имеет ветеринарные станции по всему городу, и там же построить, кстати, пять приютов. Я вот, собственно, об этом. Я один раз разговаривал с человеком, который там делал бизнес на строительстве в зоне боевых действий. Он говорит, отличный бизнес. То есть мне дают денег, например, построить там, не знаю, школу. Потом приезжает через полгода, говорит, а где школа? Я говорю, здесь как проверить. Да, вот существует этот механизм, вот бегают собаки, они правда чипированы, они правда кастрированы. Вот они же бегают, я же не могу посмотреть, там, дорогая собака, вот дайди, пожалуйста, расскажи о своей интимной жизни. Она говорит, нет интимной жизни, попала в руки ветеринарной службы. Они должны, естественно, производить мониторинги. Потом, если он говорит о прививках против бешенства, то домашних собак мы прививаем каждый год, то почему эти бездомные кастрированные собаки прививаются только один раз? Нет, это не так. Формально, формально, как раз служба ветеринарии заявляет, что они отлавливаются повторно и ревакцинация проводится. Но как это посчитать и доказать? Вот, невозможно. Я только об одном, существует механизм контроля. Механизм контроля нет. Потому что если мы считаем, что все собаки кастрированы, по той статистике, которую нам предоставило управление ветеринарии, у нас количество бездомных собак примерно одинаковое. Удивительно, каждый год кастрируется по 2000, как подсчетно проходит. Я знаю почему. Я знаю почему. Выбывание поголовья собак примерно 50% в год идет, вот тех, которых выпускают. Это и докхантеры, это и... Ужасные условия. Понимаете, их кастрируют вообще в кошмаре. Выбивают железную дорогу, машины там и так далее. Это хулиганство. Уже подростки. 2000, я очень плохо считаю, но это получается типа там 7 собак в день. Это много. То есть, если каждый день гибнет где-то 7 собак под колесами машин, там докхантеров... Значит, у нас их не 7 тысяч. Видите, они вот столько лет сидят в управлении ветеринарии, получают очень хорошую зарплату, но посчитать животных с точки зрения эпизотической безопасности за время своей госслужбы они так и не смогли. Понимаю. Но тут я не могу не сказать по поводу того, что вообще-то говоря, то, что говорит Юрий Александрович Андреев насчет того, что если какая-то территория занята стаей собак, мы этих собак всех отлавливаем, увозим и убиваем, то, честно говоря, он прав. Туда придут другие собаки. Может быть, уже там не привитые, не кастрированные. Позвольте вас поправить. Мы выступаем не за то, чтобы их убивать, а за то, чтобы их содержать. Так вот, ну хорошо, но будут их содержать. Туда придут новые. То есть я разговаривал один раз, может быть, это вранье, но насколько я знаю, то есть вот эти бездомные животные, они повинуются каким-то своим животным инстинктам, сбиваются в стаи и контролируют определенную территорию. Например, какой-нибудь парк или микрорайон. Если мы одну стаи оттуда убираем, рано или поздно там появится другая стаи. Это же вроде бы правда. Совершенно верно. А теперь подумайте, о чем говорит господин Андреев. Если собак некуда девать, то их и не надо отлавливать. То есть, говорит, если их некуда девать, мы их отлавливать не будем. Нет, он сказал, надо отдать ему должное, он сказал только то, что мы, поскольку не в состоянии совсем решить проблему, они все равно будут бездомные, да, то лучше, пускай, это будут чипированные, кастрированные, наши уже прикормленные бездомные, чем какие-то новые, дикие собаки Динго, которые, возможно, всех загрызут, да. То есть вот какая логика. Понимаете, в чем дело? От того, что произошло такое судебное решение, ветеринарная служба не прекратит свою работу в принципе. А мне не складывается такое, что все, мы умываем руки, вот сами разбираться. Он умывает, он и будет, его задача такая, он просто человек такой, он все время будет съезжать с темы. Ну, на самом деле, я это еще в суде увидел. Хорошо, может быть, ему нужно помочь. Я еще когда-то в работе. Я, к сожалению, очень плохо знаком с Юрием Александровичем, потому что он, на самом деле, хочет решить, просто не знает, как. Помогите ему, подскажите, в чем механизм-то. Если бы он хотел, он давно бы решил. Когда вы пришли на работу, вы же выходите, вы первое что-то делаете и делаете качественно. Вот он должен был делать качественно, а он ничего не делал. И вот это решение... Спасибо, я покраснел, что я делаю качественно. Вот это решение суда, самое главное, устоит в Верховном суде. А вот мы вернулись, друзья мои. Сегодня мы обсуждаем сложную тему. С одной стороны, собаки кусают людей, с другой стороны, люди, в общем, тоже не всегда милосердны к собакам. Прежде чем в эфире начать обсуждать эту тему, мы в социальной сети ВКонтакте, группе 78 телеканал, спросили мнение телезрителей. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь мнений мне выписали редактора из гораздо большего количества. Ни одно не за вас. Вот Мария Королева пишет. Вообще-то все это ужасно. Сначала живодеры углубились, как хотели, теперь вот под все подводят законный уровень. Нет слов. Светлана Алексеева пишет. Дело выиграли. Догхантеры из металлостроя. Видимо, остальные подтягиваются. Причем здесь зоозащита. Сергей Крот пишет. Отлавливать и чипировать, затем искать хозяев. Хозяев брошенных чипированных животных строго наказывать. Тех, кто отлавливает радиоусыпление, самих усыплять. Василий Перепелицы пишет, что тем, кто жмет на усыпление, счастье, похоже, будет не дождаться в этой жизни. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, как-нибудь парируйте. Очень просто. К сожалению, часть этих людей, которые даже у вас там выписаны на бумаге, они были в сути. Они знают, что сейчас идет телеэфир. И они специально вам это пишут. Так проще сказать. Это специальные люди. Да, нет, они, безусловно, это выборка, конечно, те люди, извините, которые заняты делом, им некогда сидеть и, извините, строчить всякую ерунду. Почему? Всякую ерунду. Люди хотят высказать свое мнение. А почему ерунду? Ну, ведь, согласитесь, я, с одной стороны, как бы, конечно, за людей, да, но на втором месте все-таки, ну, а почему бы не проявить милосердие к собакам? А спросите сейчас, они смотрят эфир, очевидно, спросите, пожалуйста, хотят ли они, чтобы их дети были покусаны, напали собаки? Нельзя ли сделать так, чтобы овцы целые и кто там, и волки сытые? Да вот мы об этом и говорим. Я все смотрю, на Верховный суд, тут у вас написано, я все жду. Может быть, какой-то механизм, а? Может, все-таки как-то решить, вот, комплексно, чтобы и собачки как-то довольны были. Я же хотел как раз к господину Беглову и обратиться. Если он смотрит или пресс-секретарь его смотрит, при следующем, так сказать, планировании финансового бюджета, запланируйте, пожалуйста, немного денег на строительство, немного денег. Ну, не так уж, если честно, построить этот распределитель, приемник, ну, немного это денег. Обидевшийся на нас Юрий Александрович Андреев, руководитель управления ветеринарией, сказал, и вы согласились, что отловим, всех отловим, 7 тысяч собак, отловим, запрем в этом сарай, построенный за 50 миллионов рублей, но прибегут другие, и будет хуже, потому что они, там нужно начинать все с нуля, не чипированные, не кастрированные, не привитые. Они и так прибегут. Они и так прибегут, потому что естественный убыль поголовья собак составляет около 40-50 процентов. Это мы, эти данные, не спотолкаем. Так а зачем тогда строить царайки за 50 миллионов рублей? Ну, а что ж, пока, извините, 50 процентов у нас на улице находятся, они нападают на людей, и люди страдают. То есть, по большому счету, слава богу, что это не массово. Все равно выбор такой, либо люди будут страдать, либо животные, либо, как бы, все-таки их убить, либо подвергаться каждодневному риску. Убить кого-либо, животное человека, это преступление. Я тоже считаю, что усыпить... Есть и такое мнение. Вот Андрей Виноградов пишет, истреблять, истреблять, еще раз истреблять. Ну, это та точка зрения, которую вы отстаиваете? Нет. Так а как решить-то? Мы хотим, чтобы и волки были, так сказать, сытые, и овцы целые. Выделить небольшую сумму денег на строительство, все равно, так или иначе, в суде эта точка зрения была озвучена. Это даже не точка зрения. Сарай будет построен, хорошо, а прибегут другие. Наши оппоненты утверждают, что 45 процентов поголовья, второе, будем в городе вокруг сарая. 40 процентов поголовья бездомных собак в течение года выбывает. Значит, все равно сейчас управление ветеринарии усыпляет собак, которые нездоровы, которые психически, как они утверждают, я не видел этого, но они это утверждают, психически больные собаки, я уж не знаю, зоопсихиатр, или кто это определяет, которые агрессивны. Собаки, да, они все равно их усыпляют. Нет, милиция убивает там быстрее. Хорошо, но вот у Андрея Владимировича, я понял, что все-таки какого-то конструктивного решения нет. Есть. Есть решение. Ну, хорошо, третий раз спрашиваю, в чем оно? Решение в том, чтобы с улиц убрать бездомных собак. Как? Они же новые прибегут. Управление ветеринарии не заканчивает завтра свою работу, оно будет продолжать эту работу. В силу... И всех их строить новые, новые сараи. Регулярно. Жена справедливо сказала, Светлана Юрьевна, будет много сараев. А вот уважаемые зоозащитники, которые нам... Типа зоозащитники, которые оппонировали нам в суде, я их призываю как раз не горлопанить и устраивать потасовки, а принять реальные меры. А прям потасовки были? Прямо были потасовки. Прямо на вас нападали? Да, драки. Ну, на меня, слава богу, нет, не нападали. Но на людей, которые, так сказать, защищали свою точку зрения в суде, мои в том числе под защитой, были попытки нападения и провокации драки. Кстати говоря, ваш же канал как раз об этом и говорил. Мы всегда загрожены. У вас есть какой-нибудь вот понятный и поэтапный путь решения этой проблемы? Ну, значит, я считаю... Ну, во-первых, вот это решение суда, исходя из практики Верховного суда, устоит, если только ветеринары не приложат административный ресурс к нашей неподкупной судебной системе. Потому что практика говорит о том, что и аналогичные иски были поданы в других регионах, и эта практика устояла в Верховном суде, где Верховный суд говорит, что нужно животных изымать и содержать. И субъекты Российской Федерации должны, собственно говоря, этими вопросами заниматься. Значит, ну, Гражданский кодекс, конечно, если посмотреть прямо так, не говорит. Но другое дело, что, значит, у нас уже мы достаточно благополучно живем, в ветеринарной службе у нас существует много времени. У нас прекрасные там все райвецстанции, в каждом районе еще понесколько, большой центр, значит, это все, собственно говоря, можно адаптировать под, в том числе и содержание бездомных животных, они открывают там бани в райвецстанциях. Просто они плохо работают в этой миссии. Я вас хочу договорить, скорее, 231 статья, о чем вы говорите? Они, сейчас у нас век современных технологий. Можно каждую собачку сделать и чип, и как по системе ГЛОНАСС за ней наблюдать. Ветеринары должны быть сотрудничать с муниципальными образованиями, у нас их 111, у нас их много, да, с тем, чтобы организовать вот эту программу, отслеживать, каждый ветеринар, мониторинга, чтобы они хотя бы знали, сколько у нас животных. Потому что то, что он говорит 7 тысяч, это цифра, озвученная мной, на одной из передач несколько лет назад. Вот они ее все так и говорят. Сейчас их меньше. То есть, должен быть, значит, никаких исследований, которые докажут. Ну, теоретически, если 7 тысяч собак, но... Да, и, собственно говоря, производится мониторинг. Это означает, что одна бездомная собака на тысячу горожан. Вы знаете, если они... Но из тысячи горожан, наверное, один кто-то мог... Ну, он, наверное, зоозащитник, он любит животных, мог бы взять себе домой. Слава богу, что преступление... То есть, в принципе, решаемая проблема. Вы знаете, мы можем кастрировать 7 тысяч собак за один день. У нас десятки ветеринарных станций, 1200 государственных... Это есть сотни вот этих вот мясников с ножницами в руках? Почему? 1200 ветеринаров в государственной ветеринарной службе. Субботник провели один и второй. И у нас кастрированные все. Он всем раз должен взмахнуть скальпелем. За два выходных это три раза. А что там взмахивать? Полчаса и все. Одна конструкция занимает полчаса. Я просто очень редко участвую. Гораздо меньше, на самом деле. Даже меньше. 20 минут. 20 минут? И бесшумным методом. И собака все? Да. Слушай, сейчас людям то же самое делают. 15 минут и все. А людям-то зачем? Тоже бездомно. Татьяна Васильевна пишет. Главное, чтобы следом за животными, которых боятся выпускать за защитники, не последовали люди без определенного места жительства. Они ведь тоже могут кого-нибудь испугать. И я бы еще долго зачитал мнение горожан. Но лучше давайте попробуем окинуть взглядом всю проблему. В самом начале нашего разговора мы предложили вам зайти в социальную сеть ВКонтакте и в группе 78-й телеканал ответить на простой вопрос. Как избавить город от бродячих собак? Четыре варианта ответа. Смотрите, как распределились голоса. 16,9, то есть приблизительно каждый шестой, считает, что животным надо искать хозяев. И 15%, приблизительно столько же, ну то есть один петербуржец из шести, считает, что их нужно отлавливать и усыплять. 28,6, то есть больше, чем каждый четвертый, считает, что надо стерилизовать, чтобы не размножались. Хотя вот, ну, не очевидно, она ласковая, что ли, будет после этого, но стерилизованная еще. Ну она спокойная будет. Кусаться не будет? Ну и по барабану. Когда как? По барабану будет? Ну если она адекватная с психикой, я вот их наблюдаю, у нас есть группа стерилизовая. Понимаю. Может быть, к некоторым ведущим телешоу тоже можно применять так, и они будут ласковые, и никого не будут бросаться. 39,5% считают, что надо ввести строго ответственность за хозяев. То есть виноваты все-таки люди. Мне тоже кажется, что корень-то проблем в людях. Конечно. Подождите, бездомные собаки, это ответственность как раз того же самого Юрия Александровича Андреева за бездомных. А за домашние уж как-нибудь я отвечу. Так она, может, не всегда бездомная-то была, ее, может, выгнали. Если выгнали, Мы говорим о бездомных. У нас, безусловно, взять тот же европейский опыт, вы не увидите в центрах европейских городов бездомных собак, но и вы очень, вам надо постараться, чтобы найти человека, который идет с собачкой по городу. А просто вообще нет собак или что? Вы знаете, например, в частности в городе Барселоне я искал людей с собаками. Мне просто интересно было посмотреть, как испанцы, каких собак... Плюнуть на все, друзья мои, уехать в Барселону, а нет. Нет, несколько собак я все-таки нашел. Буду прощаться с гостями. Они продаются исключительно. Большая проблема, вот чувствую сложное, но не хотелось бы меня, чтобы меня кусали, но не знаю, в общем, давайте, правда, Давайте попросим вместе нашей власти, нашего нового руководителя. Вы ему скажите, как? Я не думаю, что... Давайте выделим просто деньги из бюджета, не большая сумма. Это, боюсь, такое вечное решение. Давайте выделим денег из бюджетов. Управление ветеринарии все равно будет съедать. Все равно будет съедать и животное. Сейчас, друзья мои, остановимся. Подытожим. Вот честно говоря, честно говоря, вот до сегодняшнего дня я даже не помню, вообще я разговаривал когда-нибудь о защите животных. Ну, не моя это, честно говоря, проблема. Вот животных принято, друзья мои, называть братья наши меньшие. Но я вот не думаю, что собаки, там, не знаю, лошади, обезьяны являются нашими братьями. Да, у них тоже, как и у меня или у тебя, дорогой телезритель, есть сердце, глаза, мочи, половая система. Но, честно говоря, ну, правда, какие они мне братья? Смысл существования животных состоит в том, чтобы питаться, размножаться и забавно вилять хвостом. А смысл моего существования все-таки, друзья мои, совсем в другом. Я, знаете ли, человек, и, простите уж, но это звучит гордо, другого, такого, как я, ну, или такого, как ты, дорогой телезритель, на свете нет. И знаете что? Вот именно поэтому мне все-таки кажется, что мы, люди, не можем относиться к животным так же, как они сами к себе относятся. Животные бывают, знаете ли, жрут ближних своих. А мы, венцы творения, все-таки так поступать не должны. Ну, просто, чтобы оставаться людьми. Нет у нас иного выхода, кроме как быть мудрыми, заботливыми и милосердными. Милосердные бывают,